Слушай, подожди, во-первых, давай не матерись, давай поговорим нормально. Ну о чем с тобой разговаривать? Ты же русский пидорас, но о чем с тобой разговаривать? Подожди, если ты белорусский пидорас, я же тебе это сразу в лоб не говорю, я к тебе изначально отношусь, как говорится, как к собеседнику, ты меня знать не знаешь. Ну ты такой просто быдло, да, взял БТБшный флаг поставил, нет я не из России, я из Америки. Из Америки, докажи. Что тебе доказать, землю что ли в горшке сожрать или как? Ну как тебе, как вот доказать, землю сожрать в горшке или как? Ну докажи, что ты из Америки. Зачем мне тебе доказать, я тебе сказал, хочешь верь, хочешь не верь, дальше чем. Ну вот, ты мне лучше вот объясни, вот ты сидишь с этим флагом, вот. Я с каким флагом сижу, с которым хочу, с таким сижу, но я так понимаю, гнида русская ебаная, такой. Ой, капец. Ну и что тебе это, что это тебе это дает? Эй, поняла меня, сучка. Вот, поняла меня, сучка, поняла меня. Слушай, а вот ты не боишься, что тебе когда-нибудь все-таки, ребята, давай, давай, камон, камон, да, которые, там, Лукашенко все-таки тебя поймает. Район Сан-Паули. Тебя там выебут нахуй. Давай, давай, подъезжай. Район Сан-Паули. На Сан-Паули давай. Давай, мы тебя встретим сами лично. Да ты что? Давай, давай подгоняйся. Сами лично? Давай, на Репер-Бан подъезжай. Сами лично. Ух ты, герой какой. Давай, давай. Слушай, а давай лучше, слушай, давай в Минске лучше встретимся. Давай в Минске встретимся. Что-что? давай лучше встретимся в минске возьмешь свой флаг ты возьмешь свой флаг я возьму свой и мы встретимся на нейтральной территории в минске мы с тобой в минске встретимся после того когда минск будет свободным да ты чего он еще свободнее там был недавно великолепно себя чувствует вот давай в минске встретимся и ты там четко пляж ты действительно можешь себя показать героем таким настоящим понимаешь и будем и будешь таки пляж возьмешь флаг свой наш как всегда на плечи такое денешь вот приедешь в минск я честно слово приду вот давай прямо вот как сейчас составим какой-нибудь договорчик конечно вот ты бы мне попробуешь еще и убить да там это самый так дальше не достоин блять просто блять захотеть да 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 как ты умудрился то убежать еще это сам белорусского ты не позорь беларусь то чмарина блин вот и убежал вот герои белоруссии блин нафиг я дурею что могу сказать да вот так вот так вот так вот выглядят люди которые поддерживали тихановскую причем почти все ну и сама тихановская выглядит примерно так же у нее правда очки чуть другие так в основном такая же я дурею блин с них ни ума ни фантазии только могут материться мне нафиг обзываться естественно пальцы гнуть а в минске было бы прикольно до встретиться вот на данный момент особенно классно было бы его вытащить и в минск я думаю очень было бы интересно вы знаете у нас путин не типа президента у нас путин действительно президент который которым ну россияне очень гордятся мне все ты знаешь есть некоторые идиоты которые не гордятся так в основном люди нормальные люди особенно те люди которые помнят какая россия досталась путину и какая она сейчас они очень благодарны и очень многие кстати заграничные люди даже американцы с удовольствием вы хотели иметь такого президента ну который конечно а кто с американцев из таких ну более менее известно кроме стивена сигала шрой джонс кто рой джонс сейчас я прогуглю кто это четырехкратный чемпион чего по боксу ну думаю усик бы его побил аневара и джонс на точно пробил на посмотри на него ну да ему просто башку отбила если он родился во флориде ему нравится путин вот старик можете не сомневаться в этом а почему вот именно так получается что люди которые в россии поддержат путин который как я считаю ошибаются почему они ошибаются может это выше подождите а почему именно эти люди постоянно носят футболки фендер футболь калифорния-малибу футболки там бич флорида но я когда в америке одеваю иногда футболку с путиным до что вы говорите я говорю я когда в америке бываю я иногда одеваю футболку с путиным окажи как же это вы бываете в если не секрет так ну как беру лечу в америку у вас есть виза а чё нет чем проблема вам повезло наверно вы до войны еще сделали визу себя на 10 лет вам дали не важно как не повезло проблем нету и принципе сейчас люди тоже открывают визу единственно что консульство теперь нам надо в казахстан съездить или еще чуть-чуть но в принципе проблем таких нету особых это вот в украине нельзя никуда выехать они же очень хотели свободы вот добились вот теперь у них вы говорите да вы что вы куда угодно да и устроиться на работу где угодно но вы если были бы украинцем и сейчас бы туда въехали я вам вам обещаю вы бы уже никуда не выехали кроме как на фронт вот у меня друг который американец да решил навестить своих друзей во львове пришлось ему текать по кустам вот через речку плыть и тому подобное вот потом он оказался в польше вот еле-еле оттуда потом обратно приехал в америку вот звонил мне говорил представляешь какая фигня а до этого со мной разговаривать не хотел и путин у него был плохой и все были мы агрессорами и тому подобное а вот съездил к себе на родину и опять разговаривает со мной а как это на родину же американец но у него есть родина он американец родился а родился вон во львове а у него украинский паспорт это нету не украинского паспорта у него американский паспорт как его могли не выпустить но он жить изначально как говорится уроженец украины вот ему там решили не правда если бы был паспорт тогда да ну я детали не знаю может быть как говорится у него и где-то числился паспорт или еще чего-нибудь ну ехал он туда как американец очень но женщины могут вот женщины конечно женщины могут хоть куда да и не в общем-то даже в европе нужны потому что в общем тогда чё нет то а почему не а почему вы считаете что они нужны в европе ну симпатичные дам украинки очень симпатичные почему бы не воспользоваться ситуацией чтобы вывести симпатичных дам ну да а украине то от этого хорошо нет а приедут ли они обратно нет не приедут а мужики которые как говорится сейчас там гибнут сотнями тысячами нафиг и тому подобное это как раз те люди которые соответственно должны были бы строить украину эти гибнет именно тот возраст который именно способен что-то строить это чё хорошо так вам же нравится человек который отдает приказы именно этот человек представь себе именно этот человек которого ты в начале нашего разговора рассказывал какой он крутой именно о во первых я не говорю что он крутой не будь болваном а вот я говорил что я говорил что в россии люди уважают президента потому что действительно достойный президент мало того я тебе сказал что таком президенте мечтают очень многие страны даже в америка не все люди в россии а мечтают о таком президенте не знаю где может ну есть у нас есть в россии дебилы есть россия либерасты и тому подобное есть в россии люди которые привыкли воровать как и в украине или еще чем как и в других странах и конечно им в другие это все не нравится вдруг начали наводить порядок конечно это не нравится многим не многим а смысле тем кто особенно чего-то ты ритки так дальше да не нравится а те кто понимает откуда россия где она была в 90-е годы и как говорится где она сейчас все видят разницу а разница огромная но ты в это не поверишь потому что ну наверное в силу ограниченности ну а типа что я ограничен ну потому что если ты не был ограничен ты хотя бы взял там посмотрел youtube посмотрел как сейчас выглядит москва посмотрел как выглядят другие города владивосток подальше от москвы куда дальше то уже нахрен понимаешь другие еще это самое и как-то у тебя может быть сложилась бы какая-то более-менее правдивая формация эти не зову в россию и не зову тебе ее любить но чтобы как-то быть более объективным ну посмотри а потом возьми на а потом возьми на бери допустим сан-франциско это самое сан-франциско на английском знаешь как написать сан-франциско только наберись она homeless сан-франциско и посмотри вот этот вот нафиг сотни-сотни роликов как а вот теперь сан-франциско ну возьми сравни это вот вы можете ввести в youtube и посмотреть просто как вашей россии сейчас выглядят некоторые регионы ваши некоторые регионы до которых еще говорится не дошли руки может быть и плохо ворота захвачены захвачены чем по вашей конституции же украина захватила ваши земли то есть вы дожились до того нашей конституции украины ты очень соображать что ты сейчас говоришь да пока херсон это по конституции россии херсон это по конституции россии после пок seating, чего не так или что он это не по конституции украины захватила по конституции 5 я даже в каша в голове представляешь насколько у тебя каша в голове причем далеко даже неманная конституции то не ваша территория ты не россия по конституции конституции такого не прописывает по конституции это даже понимаешь что ты говоришь сейчас посмотрим посмотри какая статья конституции говорит что херсон это россия что херсон это не россия херсонская область конечно будет россия а город а город херсон конечно будет россия поверьте мне можете даже не в этом не сомневаться при при вашем при сильном путине она захвачена украины херсон захвачена дала не вы знаете наполеон когда-то тоже захватил москву а где закончилась война париже вот смотрите подписан федеральный конституционный закон закон принятие в российской федерации вы молодой человек настолько глупо сейчас выглядите что вы даже получается не можете отличить закон от конституции но вы молодец вы молодец конечно 5 октября да это на сайте вашего правительства да это достоверное источник не понимаете да не будете признавать конституции закон курской области курской области захвачена нормально все будет в курской области не переживать убивают ваших детей каждый день ракеты украинские а вас такой сильный президент который защищать детей об сан-франциско бомжи которые приехали из мексики поисках лучшей жизни потому что в америке идут люди со всего мира да ладно том числе на ваш завод фендер до чтобы там работать потому что америка это самая сильная страна в мире на вас на завод фендер уже не нужны люди там хорошо работают машины людей там не приказ убивать украинцев которых забирают насильно в армии тоже крутой чувак и наших и российских а почему путин не должен защищать россию белгород обстреливка путин это российский президент да или нет путин это российский президент он до он как российский президент должен это самое заботиться о россии должен без оба заботиться о безопасности россии он это и делает каждый день белгород каждый день под обстрелами в америке такого нет да ладно больше или вы знаете это самое в америке в америке если суммировать все штаты каждый день гибнет мне нафиг от перестрелок всяких различных банд и всяких криминальных элементов гораздо больше людей чем даже в белгороде в белгороде в своем доме ребенок до ракета поверьте мне на слово вы возьмите ради прикола на тиску и ставь крамер а вот и это самое ради прикола зайдите и посмотрите сколько там в лос-анджелесе сегодня застрелили сколько в сан-франциско это даже в этот и даже москву прилетали беспилотники а в польше что что прилетали сколько людей больше я не знаю сколько вы живете в польше я жил в польше на данный момент там каждый жалеет о том что были нафиг польша стала той польши которая она сейчас сере поэтому выбрали самого про европейского премьера недавно да ну да не началось то у вас его с леха валенца так честно что такое леха валенца да это кстати чувак который поддерживает украину до сих пор конечно чушь ему еще поддерживать он когда-то работал на корица на своей судостроительной верфи мне то до сего и такой весь стал либерастом пришел к власти и тому подобное а верфи пришел конец молодцы кому пришел конец той верфи судостроительной где он работал прикинь ты даже не знал этого да но сейчас туск поляки выбрали туск кстати тоже голосовал за туска первый раз поляки выбрали или полякам выбрали нет больше больше конечно народ выбирает человека из народа а сейчас они люди голосовали да да а как каким каким образом он стал кандидатом в президент него а почему ты не стал 8 президентом потому что у тебя нет достаточно бабла и достаточного влияния то есть у тебя нет правильных людей за которые за тебя как говорится станут то есть тех корпораций огромных корпораций которые соответственно тебя будет двигать и у тебя бабла достаточно нету народ не проголосал конечно это ж неправда нужно иметь доверие людей доверие людей насрать на доверие у людей главное интересы корпорации которые тебя двигают и что здесь есть демократию веришь до сих пор такая партия здесь есть такая партия конфедерация который этот приезжал в крым российский корвин микки а сколько тебе лет они тоже баллотировались если не секрет сколько сколько тебе лет 28 28 ну еще у мишка не набрался конечно ну да понятно хотя в 28 уже надо как-то более-менее рассуждать чуть чего берется то я знаю что она сам с украины я с беларуси я знаю что беларуси еще лучше бывший бы чебешник я с нет я знаю что поднесли мне человек который отдает приказы убивать украинцев и русских это бог ты хочешь когда ты не поддерживал ваше там движение бы чебешная когда хотели лукашенко скинуть нет лукашенко никто не из воевал не стрелял полицейских у него я говорю ну ты же поддерживал тех людей которые хотели скинуть лукашенко нет как нет то есть если голосовал за лукашенко конечно же нет почему нет ну потому что не нравится то что он делает а что он такого плохого сделал ничего хорошего не сделал я понимаю вопрос внимание вроде бы уже 28 лет я тебе задал вопрос а что он сделал плохого а что самое плохое что там не как белорусу пришлось восстанавливаться и корни в польше чтобы получить польское гражданство потому что с белорусским гражданством я нигде в мире не могу путешествовать работать строить карьеру не за открывать бизнес мира на руках несколько гражданство до польской самый один из самых сильных паспортов в мире польская гражданство один из самых сильных паспортов в мире да ладно а уже дали безвиз в китай в этом году туда поехал а в америку в америку же давно безвиз и везде в великобританию канаду да ты чё да трамп и еще дал в этот кстати ваш трамп якобы ваш мне-то не гони ну да ну мало ты молодец так вот где-то этого набрался я не знаю чё ну понятно и все таки что он плохого то сделал алё завис бичебист блин эх жалко батька не успел как говорится человека этого определить на работы принудительные вот мог быть человек еще до сих пор как говорится еще лет десять вы поработать на благо своей родины я больше чем уверен спроси его сейчас про родину он скажет у меня теперь другая родина это да это просто запросто а вот у даже крица куб бабки не ходи однозначно вот именно такие бакланы то они в основном и забывают где у них и родина и все остальное